Люблю Господь твой дом Люблю я церковь из людей, искупленных Христом Люблю я церковь из людей, искупленных Христом Люблю преднешний год, я церковь твой алмаз Ты как зрачок лучистый глаз, хранишь ее порог От церкви дорогой собрание души вы Взываю сердцем и душой всегда в борьбах своих Я рад иметь всегда в общенье духа с ней Нести все тяжести, труда и крест ее скорби Нести все тяжести, труда и крест ее скорби Я знаю, разделю всей славу я твою С ней буду петь перед тобой спасенную душой С ней буду петь перед тобой спасенную душой Приветствуем вас, братья и сестры, любовь к Господу нашего Иисуса Христа Хотим вместе с Мариной прославить Господа со всей церковью в 427-м псалме У креста хочу стоять, созерцать душою Как с голгоф и благодать мир течет рекою У креста у креста честь моя и слава Там спасенье полнота на блаженство права У креста меня нашли благодать и сила И звезда святой любви путь мой озарила У креста у креста честь моя и слава Там спасенье полнота на блаженство права У креста открылся мне кроткий огнец Божий Он привлек меня к себе, стал всего дороже У креста у креста честь моя и слава Там спасенье полнота на блаженство права У креста я буду ждать с верой и надеждой Пока Бог велит принять царство безмятежных У креста у креста честь моя и слава Там спасенье полнота на блаженство права Приветствую вас братья и сестры Послание к филиппийцам 4 глава 4 5 стих Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю Радуйтесь Крутость ваша да будет известна всем человекам Господь близко У нас сегодня с вами ситуация такая Когда нас Бог допустил Что мы сидим все по шатрам своим Но тем не менее мы пребываем в едином духе В союзе мира В духе Иисуса Христа И вот мы с вами читаем Что однажды Ученики Иисуса Христа тоже пребывали В какой-то некой печали и разочаровании Это когда мы читаем Луки 24 глава Вы помните после распятия Иисуса Христа Они шли в Имаус И вот Иисус Христос Встретил их да в таком положении И Заканчивается глава очень удивительно Это Евангелие от Луки 24 глава Я буду читать 44 стиха И сказал им Вот то о чем я вам говорил еще быв с вами Что надлежит исполнится всему Написанному обо мне Законе Моисеевом и в пророках и в салмах Тогда отверст им Ум к разумению Писаний И сказал им так написано И так надлежало пострадать Христу И воскреснуть из мертвых в третий день И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов Во всех народах начиная с Иерусалима Вы же свидетели сему И я пошлю к вам Обетование Отца Моего на вас Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме Докуда не обречетесь силою свыше И вывел их вон из города В довифании и подняв руки Свои благословил их И когда благословлял их Стал отдаляться от них И возноситься на небо И они поклонились ему И возвратились в Иерусалим с великой радостью И пребывали всегда в храме Представляя и благословляя Бога Отца Аминь При вере еще одного праздника Который отмечают христиане сего мира Или скажем факта Событие которое Связано с нашим Иисусом Христом Это его вознесение Я подвигаю для молитвы Начать понемногу рассуждать А что нам дало вознесение Иисуса Христа Чтобы мы с вами поняли И вот апостол Павел обращаясь По своему посланию к Ефесской церкви Имел на сердце желание Чтобы как к Ефесянам так и нам С вами Это 1 глава 17 стиха Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа Отец Славы дал вам духа премудрости Откровения к познанию Его И прослетил очи сердца вашего Дабы вы познали в чем состоит Надежда призвания Его И какое богатство славного наследния Его для святых И как безмерное величие могущества Его в нас Верующих под действием державной Силы Его Которую Он воздействовал во Христе Воскресив Его из мертвых И посадив озесную себя на небесах И превыше всякого начальства И власти, и силы, и господства, и всякого имени Именуя Его не только в семь веки Но и в будущем И все покорил под ноги Его И поставил Его выше всего главой церкви Которая из тела и полнота Наполняющаяся во всем Знаете, мы с вами живя на земле Много чего делаем Ну вот возделываем землю Уходим на работу Занимаемся каким-то любимыми Любыми занятиями Строим или ремонтируем свое жилье И нам все это хочется Выполнить или как сделать Как можно лучше В свое время мы с Мариной строили дом И уже живем в нем, слава Богу Но мы видим, что еще осталось достаточно Недоделок И более того, если бы вы начали сегодня строить дом То точно я говорю, что вы многое делали бы совсем по-другому Я также помню, когда мы жили в квартире То делали ремонт, делали, делали Ну и все равно в итоге не доделали И есть в мире такая поговорка Ремонт закончить невозможно Его можно только приостановить Но когда Бог сотворил бытие Землю, Вселенную И все, что ее наполняет Он сотворил, дорогие друзья, все точно Земля находится на расстоянии от Солнца Так, что на ней возможно жить Чуть ближе к Солнцу и все сгорит Чуть дальше от Солнца Все замерзнет И вы знаете Все, что делает Бог Мы видим в этом великолепии и величии Его Все, что делает Бог Оно невероятно точно сконструировано И помещено именно в то место Где оно должно быть Но более всего мы увидим Божье величие и уникальность в том Что Он сотворил в своем великолепном И единственном плане спасения человечества Это то, что подобное происходит Когда Бог открывает нам В вознесении Иисуса Христа Некоторые люди Могут подумать, что Зачем было вообще вознесение Иисуса Христа Вы видели, что опечалились люди, да? Но Если бы Иисус Христос Люди некоторые говорят Не вознесся бы Это бы послужило бы еще более мощному стимулу Для того, чтобы люди приходили к покаянию Но это Не так Это думаем мы, люди А у Бога Совсем по-другому 1 Тимофея 3 глава 16 стих И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти Оправдал себя в духе Показал себя ангелом Проповедом в народах Принят верою в мире Вознесся во славе Дорогие друзья И беспрекословно Великое благочестие тайна То есть тайна Бога воплощения Бог Творец И Создатель Того Кого небеса не в состоянии вместить Который стоит над всем Даровал своему творению человеку Такие взаимоотношения Которые не поддаются нашему разумению И это абсолютно новое взаимоотношение Начинается с того Что Бог явился во плоти И заканчивается тем Что вознесся во славе Мы сегодня соприкоснемся с тем Что Слово Божие говорит нам Какие благословения мы имеем В факте вознесения Иисуса Христа И сегодня мы рассмотрим Если Бог позволит Один факт Не хотелось бы два Ну один Иисус Христос Вознесся с земли До конца Исполнив свое дело на земле Он ушел на небеса Не оставив Что-то недоделанное Дорогие друзья Он не подобен Многим людям Таким как мы Которые начинают что-то И бросают Иисус Христос Пришел на эту землю Для того Что совершить до конца То дело Которое Поручил ему Отец Евангелие от Луки 4 глава 17 стиха Ему подали книгу Пророка Исаии И он раскрыв книгу Нашел место Где было написано Дух Господень на мне Ибо он помазал меня Благовестовать нищим И послал меня исцелять Сокрушенных сердцем Проповедовать пленным Освобождение Слепым Прозрение Отпустить измученных На свободу Проповедовать Лето Господне Благоприятное И закрыв книгу Оттал служителю Сел и глаза всех Синагоги Были устремлены на него И он начал говорить им Ныне Исполнилось Писание Се Слышанное Вами Мы с вами знаем Что Бог Есть Бог Порядка У Него не бывает Сбоев И когда Иисус Общался на земле С людьми С учениками Он говорил Что вы примите силу Будет время Когда тот Кто жаждет Придет и будет пить И тогда из него Самого потекут Реки и воды живой Евангелие от Иоанна 7 глава 37 стих Последний же великий День праздника Стоял Иисус Христос И возгласил Говоря Кто жаждет Иди ко мне И пей Кто верует в меня У того как сказано В Писании Из чрева потекут Реки воды живой Сей сказал он Духи Которого имел принять Верующий в него Ибо еще не было Ни Духа Святого Потому что Иисус еще Не был прославлен Он говорил о том Что Дух Святой Сойдет на землю Чтобы созидать церковь Христос сказал Я создам церковь И врата ада Не одолеют ее Дорогие друзья Иисус Христос Создал церковь Здесь на земле Своей смертью На Голгофском кресте И своим воскресеньем Из мертвых Иисус явил всем Что он сделал все И церковь на земле Основана Но для того Чтобы церковь на земле Функционировала Росла Жила И имела силу Нужен был Дух Святой Может был Факт Сошествия Духа Святого Все Сказал он О духе Которого имели принять Верующие в него Ибо еще не было на них Духа Святого Потому что Иисус еще Не был прославлен И мы знаем Что сошествие Духа Святого Произошло После вознесения Иисуса Христа Придет Дух Святой Совершив эту работу По крещению В тело Иисуса Христа Церковь Каждого Уверовавшего Иисуса Христа Наступил тот момент Когда Иисус Христос Был прославлен Когда Он явил себя В прославленном теле И когда О нем апостол Павел Сказал Вознесся во славе Вознесение нужно было Чтобы засвидетельствовать Все что нужно было сделать Я все сделал В совершенстве Это для нас великое благословение И упование на Бога Мы можем полагаться на Христа Как на верного Как бы ни было трудно нам Какие бы обстоятельства Мы сегодня не переживались Какими бы сложностями Мы сегодня не сталкивались Дорогие друзья Иисус Христос Придя сюда на землю Сделал для нас с вами Все Он выполнил свою миссию До конца Его миссия здесь на земле Была выполнена И окончена И Он ушел с земли Только потому что Он сделал Все В совершенстве Когда человек согрешил То возникла Великая пропасть Между Богом И человеком И человек не мог Пребывать в присутствии Общения святого И праведного Бога И Бог Вы помните В Ветхом Завете Сделал множество Различных правил Посредством которых Люди могли Как-то приближаться к Богу Постановление Бога В отношении С человеком С Кении В краме служения То есть один раз в год Заходил в первосвященник И И делал обряд Почему это делалось? Потому что не позволялось Наш текст Начинается со слов Беспрекословно Великое благочестие Тайна То есть абсолютно Все что делает Иисус Христос На земле Было и есть тайной И оно действительно Не поддается Дорогие друзья Человеческой логике И эта тайна Началась С Боговоплощения То есть Бог сошел на землю Во плоти И стал одним из нас Взял на себя Человеческую плоть Дорогие друзья Это безграничный Бог Ограничение Присуще нам Людям Великое благочестие Тайна Бог Явился во плоти Действительно Это невозможно осознать Как невозможно Осознать и Рождество Иисуса Христа Как это все происходило Дорогие друзья Рождение Иисуса Христа Было в теле И это чрезвычайно важно Понимать И принимать Мы сегодня должны Благодарить Бога За то что Иисус Христос Сошел на эту землю И стал одним из нас Он соединил Себе В своей личности Все человечество Живущее на земле Он соединил Нас с небом Дорогие друзья Это восхитительный вариант Спасения И неповторимый Совершенный Дорогие друзья И его невозможно Улучшить Апостол Павел Говорит о том Что смирившись Смирил себя до смерти И смерть в них крестных Это говорится О Бога человеке Он становится человеком Он берет на себя тело Он не просто приходит сюда Как ангел Дорогие друзья Он не просто говорит нам О необходимости Жить в любви с ним И друг с другом Он становится человеком Он становится частью Человеческого рода Он стал рабоборцем Ротоборцем За все человечество Он совершает победу За весь род человеческий Вот почему так важно Как рождение Иисуса Христа Было в теле Очень важно Знать И принимать Что его смерть Была в теле Так же и воскресение Иисуса Христа Было тоже в теле Дорогие друзья Это чрезвычайно важно истины Иисус Христос Иисус Христа Он не только родился в теле Но он и воскрес в теле Он воскрес не как дух Он воскрес как человек Он воскрес как Бога человек Он воскрес как один из нас с вами Он воскрес чтобы показать что воскресение реально Показать аду что смерть не может больше поглощать человека Вот как апостол паил описывает на воскресение Иисуса Христа В новом теле Так и при воскресении Мертвых Восстает слава Сеется В немощи Восстает В силе Сеется В силе Сеется В силе Адам стал душой живою а последний адам есть дух животворящий но не духовное прежде а душевное потом духовное то есть это первое послание коринфянам 15 глава 42 стиха апостол павел говорит что однажды иисус христос умер он умер в теле которое было подобно нашему телу с кровью с дыханием жажда и болью усталостью но когда иисус христос воскрес он воскрес другом теле это тело было избавлено от всех этих физических ограничений которые с нами пребывают это было прославленное тело это тело способное войти на небеса возле что мы должны сегодня благодарить бога день и ночь дорогие друзья иисус христос став человеком создал для нас уникальную возможность надежду и перспективу получить тело которое не будет больше болеть стареть унывать которое не будет больше ограничено тело которое способно соединить себе божественную природу человека и бога то что сделал иисус христос нам первый человек из земли перстный второй человек господь небо каков перстный такое и перстный и каков небесные таковые небесные 3 и друзья мы с вами стали соучастниками этого великого божьего плана и как мы носили образ перстного будем носить и образ небесного но тут скажу вам братья что плоти и кровь не могут наследовать царствие божие и тление не наследует не тление иисус христос родился во плоти он умер во плоти иисус христос воскрес во плоти искус христос вознесся во плоти знаете если бы иисус христос родился только во плоти и воскрес во плоти но не вознесся во плоти не было бы последней печати доказывающий что небо принимает человека. Когда мы говорим о вознесении Иисуса Христа, мы говорим о первенце из многих. Он вознесся в небо, чтобы показать всему человечеству, показать ангелам. Теперь пришло вот это чудо. Чудо, когда верующий в Иисуса Христа, соединенный Христом Владыкой, имеет право пребывать с Ним на небесах. Книга Деяния апостола, 1 глава, 8 стиха. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, говорит Господь, и Самарии, и даже за края земли. Сказав все, и он поднялся в глазах их, и облако его взяло из вида их». Вот это последнее слово, сказанное Иисусом Христом, нам, людям, сказано, что мы люди, которые живем здесь на земле, у которых от старости и болезни тлеет плоть, тело. Люди, небо открыто для вас через меня и Иисуса Христа праведника. Давайте, дорогие друзья, будем молиться, действительно, благодарить Бога за эту огромную милость и любовь, за эту действительно благодать. Мы не заслужили этого всего. Это действительно дар с неба. Находиться с Иисусом Христом на небе. Это счастье, дорогие друзья. Аминь. Отец Небесный, мы славим Тебя и благодарим Тебя действительно за эту огромную любовь и милость Твою. Ибо как Ты безграничен, так и безгранична любовь Твоя, ибо Ты есть любовь. И мы благодарим Тебя, что действительно Ты создал человеку и не по грехам его, а по великой любви и милости Твоей. Ты сотворил нам, Господи. Сотворил то, что даже, как написано апостол Павел, говорит, и не разумел, и не приходило то на ум человеку, что Бог приготовил любящим его. Действительно, Господи, Ты здесь на земле простил нас. Ты, находясь мы здесь, мы на земле, Ты действительно приблизил нас настолько к себе, что с Духом Святым обитаешь в нас. Ты крестил нас в Церковь Твою. Ты осыпал нас благословениями Своими, Господи, во Христе Иисусе. Ты открыл нам небеса Своим вознесением из мертвых, Господи, воскресением из мертвых, из мертвых, и вознесением телесным, Господи. Славим и благодарим Тебя за эту великую привилегию быть детьми Твоими, за эту великую привилегию быть служителями Твоими, здесь провозглашать, Господи, Евангелие благодати Твоей. Господи, славим Тебя, благодарим Тебя за каждого брата, за каждого сестру. Господи, действительно, благодарим и славим Тебя, Христос Господь. Тобой хвалимся, Тобой живем. Господи, действительно, слава Тебе, Отсутственное Духу Святому. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok